Всем привет! Вы на канале Могилевские Хроники. Сегодня мы поговорим о весьма необычной теме парковых зон города Могилева. История развития парковых зон берет свое начало со второй половины восемнадцатого столетия. Здесь важно отметить, что мы говорим об общественных городских территориях, потому как парки и сады, как правило, располагались на территории поместья, зажиточных слоев населения. Одним из первых общественных парков Белоруссии стал парк Жилибера в Гродно, который открыт 8 апреля 1775 года. Частые войны и конфликты не позволяли в должной степени развивать город как административную единицу. Ситуация меняется после разделов Речи Посполитой. Тогда же Могилев лишается крупнейшей оборонительной системы, которая развивалась на протяжении трех столетий. Новая имперская администрация сразу же принялась менять облик города. Вместе с появляющимися зданиями взялись и за благоустройство города. В 1873 году во главе Могилевской губернии становится 33-летний губернатор Александр Станиславович Димбовецкий. О детальных изменениях в городском ландшафтном дизайне детально рассказывается в книге «Опыт описания Могилевской губернии». В 1872 году на территории замчища осенью разбивается городской сад, который в будущем должен стать превосходным местом для гуляний, благодаря прекрасному виду на Днепр и его окрестности, а также чистому воздуху. В настоящее время в нем недостаточно тени, так как деревья еще молоды. Годом ранее, летом 1881 года, в этом саду был устроен фонтан. Позади сада открывался вид на губернаторский дом, который просматривался из-за крон молодых саженцев. Причем, как сказано в документах, был еще один сад для губернатора. Он был засажен фруктовыми деревьями, среди которых проглядывались и зрелые деревья. Пока молодые деревья росли, городской сад никого не пускали, и только через несколько десятилетий он стал популярным местом летнего отдыха горожан. Сад оборудован скромно. Несколько аллей со скамейками, одна беседка, один фонтан и смотровая площадка над обрывом, с которой открывался вид на заднепровье. Сохранились воспоминания гимназиста, который жил в доме своего дяди, могилевского губернатора Пильца. Сад при доме могилевского губернатора включал часть откоса в сторону Днепра и имел неправильную форму. В одном месте длинный пологий спуск ограде. Зимой он бывал занесен снегом. В середине сада были так называемые гигантские шаги, развлечения для детей, бегавших вокруг прочного столба. В саду были и четыре старые пушки, как говорили, они шведские. Они были здесь без лафетов, только тела орудий. Одно гораздо больше трех других. Их снабдили деревянными подставками. На орудиях были некоторые надписи, но их нельзя было никак разобрать. Орудия были также заклепаны. Со стороны ограды, отделявший сад при доме губернатора от пешеходной улицы, о которой было сказано раньше, было оригинальное сооружение. Дорожка проводила к небольшой деревянной площадке, на которую поднимались по ступенькам. На площадке были две скамейки друг против друга, боком по отношению к ограде. Благодаря ограде и кустам, сидящим в скамейке, мог видеть, что происходит на пешеходной улице. А его при этом было видеть нельзя. Было это изготовлено, вероятно, по желанию одного из прежних губернаторов. Но не для наблюдения, а для того, чтобы с этих скамеек слушать без помехи музыку. В определенные вечера в общественном саду по ту сторону пешеходки играл военный оркестр. Это очень привлекало гуляющую публику. Танцевальной площадки в саду не было. В те времена обычай танцевать на открытом воздухе в кругу незнакомых людей еще не прижился. Горожане приходили на вал послушать музыку духового оркестра, погулять в тенистых аллеях и посмотреть на Заднепровье. Когда во время Первой мировой войны в Могилеве была расквартирована ставка верховного главнокомандующего, здесь любили гулять император Николай II с сыном Алексеем. Вероятнее поэтому до 1916 года встречается еще одно название – Николаевский сад. В парке были разбиты прогулочные аллеи и тропы, которые сходились в центральной части, где находился красивейший фонтан с мифическими драконами и великолепной центральной ажурной чашей. В саду было уже три смотровые беседки, а также деревянный театр. В парке любили проводить время все члены царской семьи. После революции сад губернатора и городской сад объединили в пешеходку. Дорожку ведущую к Днепру перенесли к бывшему дому губернатора, где разместился уже ныне дом пионеров, а сам сад стал официально называться садом пионеров имени Горького. В 30-е годы прошлого столетия городской сад стал постепенно возвращаться в парк культуры и отдыха. Слева у хода появилась большая танцплощадка, гораздо большая по размерам, чем в послевоенное время. Перед войной в парке построили и летний театр. Вскоре разрушенный в ходе боевых действий центральную аллею украсили скульптурами, обустроили и монументальный вход в парк и ограду со стороны площади. В ходе разработки нового генерального плана Могилева в 1938 году произвели обследование земляных насаждений и выяснили, что площадь городского сада составляет 3 гектара, а в нем растут более 500 деревьев и 16 тысяч кустарников. В 1941 году защитники Могилева вели из парка обстрел Днепровского моста и прилегающей территории, а в 1944 году немцы, готовясь к обороне, изрыли весь парк траншеями и соорудили бетонный дот на смотровой площадке. После войны на месте сада был пустырь. Казалось бы, восстановить городской сад, а точнее воссоздать его заново, задача была на тот момент сложная, даже практически невыполнимая. Однако советский народ, благодаря своему трудолюбию и стойкости, сделал это. В послевоенное время танцплощадку перенесли на правую сторону парка, а на ее месте поставили аттракционы. Построили новый летний театр. В парке появилась библиотека, единственная в городе бильярдная. Долгое время на смотровой площадке можно было наблюдать на полуразрушенный бетонный немецкий дот. Таким образом, возможно, однозначно утверждать, что в советское время были созданы все условия для того, чтобы городской парк стал центром культурной жизни города. К сожалению, это было до определенного момента. В 1991 году Советский Союз развалился, а парк потерял свой былой внешний вид. Он перестал существовать как место, объединяющее людей в единое целое, утратил свою прежнюю красоту и энергию, и со временем пришел запустение. Сегодняшнее состояние парка значительно иное по сравнению с тем, каким он был ранее. Самый старый из известных садов Могилеве своим появлением обязан могилевскому губернатору Михаилу Николаевичу Муравьеву. До сквера и сада на территории проходил круглый вал, вторая линия обороны и укреплений Могилева. Вал проходил от костерни по архиерейскому переволку мимо костела Фары и упирался другим концом по берегу Дубровенки. В 1828 году на этом месте заложен сад, из документов следует. В нем часто играет музыка и устраивают со временами другие увеселительные мероприятия. Со временем он стал излюбленным местом для прогулки и отдыха Могилевчан. Сквер имел ограду. Внутри были высуждены кусты и деревья, разбитые аллеи и клумбы. В конце 19 века летом в нем играл духовой оркестр, под музыку которого по аллейкам могли чинно прогуливаться пары, господа в сюртуках, дамы в шляпах и вуалях. А вот рабочих или мелких торговцах, одетых в несоответствии с дресс-кодом, такие места могли и не пустить. К сожалению, до нашего времени сквер сохранился частично. Как известно, в 1888 году в ходе строительства драматического театра часть насаждений была вырублена. После революции 1917 года сквер был переименован в Днепровский, а с 1919 сквер имени Герцена. Его часто называют театральным из-за расположения театра. В 2023 году сквер получил официальное название, место имени Герцена он стал называться театральным, что на наш взгляд более логично. В 1990 году, как сообщает энциклопедический справочник Могилев, в сквере площадью около одного гектара рос канадский тополь, клен ясно-лесистый, каштан конский, а также другие растения. Парковая зона отдыха, которая была заложена в 1932 году. Сквер расположили на месте Шкловского базара, правда само название появилось не сразу. Как упоминает городская энциклопедия, нынешнее название сквер приобрел лишь в 1935 году. Правда решение оборудовать сквер было принято еще раньше, в 1921 году. Вот что писала по этому поводу газета «Сахай Молот» от 15 апреля 1921 года. Президиум Могилевского исполкома на заседание 12 апреля принял во внимание, что Шкловский базар, вследствие расположения его в центре, является очагом заразы и постановил базар закрыть, поручить коммунистическому отделу снести все постройки и к 1 мая организовать дисквер. Однако к 1 мая он так и не появился. И лишь спустя 9 лет, когда за дело взялись комсомольцы, на месте бывшего Шкловского базара были усажены деревья, расположены цветочные клумбы, дорожки и даже фонтан. В 1938 году специалисты из Минской, разрабатывающие генеральный план Могилева, обследовали все общественные сады и скверы. И установили, что в комсомольском сквере растет 488 кленов, рябин и тополей и около 12 тысяч кустарников. А площадь составляет 1 гектар. Комсомольский сквер был разбит на три аллеи, центральную и две боковых. Первоначально ограда сквера была из высоких деревянных решеток, но к началу войны ее заменили на более солидную кирпичную с цветочными чашами на входе, а всего их было 4, по 2 на торцах и 2 по бокам. Эта ограда и видна на одном из сохранившимся снимков. Надо сказать, что эта ограда доставляла городским властям немало хлопот. После осенне-зимнего периода часть штукатурки обваливалась, побелка смывалась, так что весной приходилось ограду восстанавливать до ее приличного состояния. В 1939 году в самом конце сквера начал строиться кинотеатр Родина, который достроили до войны. Сквер пережил войну без больших потерь и после войны значительно приумножил свой внешний вид. В 1970 году густые кроны деревьев летом практически закрывали небо. Мамаши с колясками любили прогуливаться по тенистым аллеям. В жаркий день в сквере можно было посидеть в прохладе на лавочке. Перед сеансом кино в кинотеатре Родина. Съесть не спеша мороженое. Как раз на снимке мы видим рекламу кинотеатра, приглашающего зрителей на фильм «Белые волки», снятый в 1969 году в ГДР. А перед сквером люди стоят у книжного киоска. В 1985 году сквер был реконструирован. И с тех времен он поменял облик, став менее зеленым. Но здесь появился фонтан и несколько авторских скульптур. А апогеем всей зоны стала Звездная площадь. Площадь звезд находится в историческом центре Могилева. Появляется она в 2004 году и является оригинальным украшением города. В центре расположена композиция «Звездочет», выполненная по проекту известного белорусского скульптора Владимира Жбанова. На высоком стуле сидит задумчивый звездочет и указывает пальцем в небо. Рядом с ним стоит телескоп, который представляет собой стрелку-указатель солнечных часов. Вокруг памятника находится 12 стульев, каждый из которых соответствует определенному знаку зодиака. К слову, это единственный в мире памятник звездочету. Несмотря на длительную историю некоторых парков города, они остаются и поныне местом культурного отдыха горожан. За последнее столетие количество парковых зон увеличилось. Будем надеяться, что данная тенденция будет сохраняться и дальше. Пишите в комментариях, какой парк или сад в нашем городе более благоприятны для отдыха.